Всем привет! Это Алексей Прокофьев. Сегодня вы посмотрите мой влог о путешествии в Республику Дагестан, в город Касавюр, где я проходил сборы с командой Fighting Eagles. Хочу от себя сказать, что очень хорошо провел там время. Было жарко не только в зале, но и на улице, потому что столбик термометра не опускался меньше 30 градусов тепла. Хочу выразить благодарность руководителю клуба Fighting Eagles Сайгид Паша Дорбишевичу Умаханову, отдельно всему тренерскому коллективу и, конечно, бойцам клуба Fighting Eagles за хороший прием, за отличную атмосферу, как бы, да, и за продуктивной тренировки. Ну, все, приехал я вот в Дагестан на сборы. Первый день сразу же. Тепло, жара, 31 градус. Сентябрь месяц, 11 сентября. Сейчас ускупнемся и поедем дальше в Хасавюрт, в базу Fighting Eagles и будем готовиться к моему поединку. Холодненькая? Да. Все, пошли купаться в холодненькую воду. Нормальная вода, теплая. Это горная вода? Да. Я думал холоднее, но... Она пока идет, уже потеплело, видимо. Вот для этого мы сюда ходим купаться. Так далеко? Не, ну, здесь когда в селе бываем. Вот такое вот небезопасное вождение в Дагестане. Вот такие вот колеса, видите? Это не наша машина, а наша вот эта. Вот эта вот наша машина. У нас безопасно, да, все. Идем на тренировку по борьбе. Уже четвертый день сейчас на сборах. Вот так вот в комплексе тренируемся. Погода вообще отличная. 30 градусов каждый день. Пло. Давай встали. Второй раунд. Приготовились. Бой! Больно осталось, что ли. Отработали еще одну тренировку на сборах. Сегодня была борьба. 5 по 5 отлично поборолся. Руки, правда, забились. Но в целом, в целом атмосфера в Дагестане. Фотоверьте, что надо. Вот просто бомбовая. Вода просто очень вкусная. Ага. Все, как бы, въезжаем в город Грозный. Ну, если кто не знает, я как бы, ну, Руслан-то водитель мой. 33, 33 градуса жары на улице. Мало воды, говорят, в этом году. И вот эта вот лестница, оказывается, сделана специально для прыжков. Собачки, собачки. Сейчас пойдем покушаем. Какой-то уникальный, красивый карьер пойдем смотреть. Каньон, каньон, каньон. Сейчас мы немножко поднялись в горы. Вот тут вот такая вот красота. Не передать мне, что все красоты тут вам. Надо самим побывать в Суакском каньоне в Дагестане. Вот такая вот красота. Всего не показать, но точно место, в котором надо побывать. Ну что, друзья, вот и подходит мое путешествие в Тагестан к концу. Здесь такая чудесная авиакомпания Победа. Улететь из Санкт-Петербурга в Махачкалу можно за 2 тысячи. За 2, 120, 190, что такое, улетел. А обратно билет стоит 19 тысяч рублей. Поэтому сейчас приедем в Минеральные воды. Сядем на рейс, полетим в Москву. В Москве немножко потусуемся. И буквально там через пару часов скоро буду в Питере. Всем Хакуна Матата. Что касается красот Дагестана, то я могу сказать, что это одно из самых удивительных, интересных мест, на котором я побывал. Красота гор, красота пейзажей. В целом это то, что надо вживую увидеть. Я бы в своих выпусках дальнейших хотел бы тоже еще раскрывать тему дальнейших путешествий по разным клубам. И от вас хотел бы узнать какое-то мнение, какое-то интересное, что вам интересно. Может быть по стоимости путешествий этих, либо по сами залы как бы. Задавайте свои вопросы внизу, подписывайтесь на видео и смотрите наши влоги.